Сегодня я вам устрою маленькую экскурсию по Пуэрто-де-Ла-Крус по северу острова Тенерифе. Сегодня штормит, впрочем, как обычно, Пуэрто-де-Ла-Крус зимой. Набережную Пуэрто заливает волнами, дальше уже идти немного опасно, может окатить волной. Океан потихоньку отвоевывает свое, пробирается сквозь огромные бетонные камни. Смотрите, разбило набережную и проело немного берега. Перед вами знаменитый пляж Плая-Харгин, Пуэрто-де-Ла-Крус. В зимнее время здесь купаться проблематично, из-за частых штормов. Но летом океан более спокойный, и вам удастся даже покупаться здесь. Посмотрите, спасатели специально протянули ленточку, за которую нежелательно заходить, иначе вас может смыть волной, и они уже не отвечают за ваши жизни. Где-то за облаками прячутся тейды, а вы видите зеленую горку с белыми сооружениями. Это Лора-парк, там проходит шоу дельфинов, косаток, морских котиков, и зоопарк с большим количеством попугаев. Последняя часть пляжа Харгин. Как видите, народу здесь побольше. Видимо, сегодня здесь менее опасные волны. Кто-то даже рискует окунуться по пояс. В отличие от первой части пляжа, в этой части меньше камней в воде. Я думаю, плавать здесь немного безопаснее. Городской рынок, в Куэрто-де-Ла-Крус. Сейчас, конечно, уже вечер. Скорее всего, там ничего не работает. Ну да, все уже закрыто, но зато можно посмотреть архитектуру. Рынок с два этажа. Еще здесь есть магазин Альтеза. У нас появились автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Вряд ли он выдает чек с денежкой, потому что у нас не принято брать залог за бутылки в магазине. Сгоняем на второй этаж. Посмотрим, что там есть. Здесь тоже, походу, все закрыто. Правда, открыто несколько кафешек. Смотрите, какой маленький старинный дом. Входу в нем даже кто-то живет. А мы уже поднимаемся наверх, к паркам Пуэрто-де-Ла-Крус. Смотрите, какие заброшенные фазенды. И это тоже центр Пуэрто-де-Ла-Крус. Ощущаю себя, как в деревне. Послушайте, как поют птички. Небольшая экскурсия по парку Сартиха. Такая классная старинная церковь всех святых. Дерево прямо, как будто гуляя по ботаническому саду. Ну и церковь, конечно, да, тоже фотогеничная. Для посетителей даже есть своя парковочка. Заезжайте помолиться. Они вас ждут. Я вот что придумал. Это маленькая Британия на Тенерифе. Да, похоже ведь? План парка. Если захотите погулять. Вот я вам заснял все. Очень даже неплохо. Детская площадка. Туалеты, кафе. Все имеется. Играющие беззаботные собачки на газонах. Еще один особняк с видом на парк. Неплохо, неплохо здесь, конечно, жить. В парке даже есть свой небольшой прудик. Это, конечно, редкость для Тенерифе. Не хватает лебедей, уток и прочих птиц, которые обычно плавают на пруду. В конце парка заброшенное здание. Старинного отеля. Интересно, он рабочий или нет. Но сад при отеле явно в запустении. Один парк плавно перетекает в другой. Это начало парка Таоро. Арфиши с концертами, которые будут происходить. Птицы поют. Посмотрите на парк сверху. Парк построен с многоярусными дорожками. По которым, как по лабиринтам, потихоньку спускаешься вниз. Или вверх, с моторской стороны вы зайдете. Мне кажется, из парка лучше вид на Пуэрто, Долокрус и на океан. И там обрыв внизу. Да, виды, конечно, потрясающие. И снова видно заброшенный отель. Еще в парке есть бесплатные туалеты. И кафешечка. Красивое панно с репродукцией Пуэрто Долокрус. Город показан еще в времена, когда не было отелей. Мы уже гуляем по центру. Видите, какая классная здесь площадь. И церковь среди пальм. Прямо вот он. Настоящий канарский пейзаж. Канарский балкончик. Не канарский балкончик. Нифига. Шесть часов вечера. Народ купается. Надеюсь, что вам понравилась прогулка по Пуэрто Долокрус. Не забываем ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok